Всем огромнейший привет! И я рада вас видеть на своем канале. Кто не подписан, подписывайтесь. И не забывайте, что такие видео я делаю не часто. Но я решила сегодня все-таки такое видео сделать. Это самый ленивый вариант гороскопа. Какой только может быть. Гороскоп стихий по три знака. Посмотрим, что из этого получится. Вот такая будет сегодня зеленая ведьма у нас. Работать, так сказать. И он будет на октябрь месяц. Я понимаю, что я ленивая задница. Что все уже делают на ноябрь. Все уже делают на 2020 год. Но это не я. Я всегда неспешна. Потому что очень много всего и без онлайн гаданий есть. И что записать. И что вообще делать. И я вот только сейчас дозрела до октября на гороскоп стихий. И я его сделаю сейчас. На первый тригон. Пусть это будет огненный тригон. Потому что начало у нас идет из овнов. Поэтому дорогие огненные овны, стрельцы. Вот, кстати, смотрите. Кстати, короля жазла дали. Вы видите? Сразу огненного. Да? Дядю с камином. Вот. Овны, стрельцы. И, соответственно, ну кто? Львы, конечно. Ну, давайте начнем с вас. И посмотрим, что этот гороскоп, что вам принесет октябрь, дорогие огненные мои товарищи. В целом триплетом. Потом посмотрим по сферам. Что огненным стрельцам, овнам и львам принесет октябрь 2019 года. Так. Так. Смотрите. Туз мечей, королева кубков и вот такая четверка жезлов. Смотрите, какие интересные карты. Ну, что я могу сказать? Такое ощущение, что какая-то опасность, какой-то может быть спор с кем-то. Какой-то конфликт, может быть. Но все очень вот так вот мягко для вас разрешится. То есть какая-то нависшая угроза, которая, в принципе, витала в воздухе, это угроза. Но благодаря стараниям вот ваших близких, да, может быть, это ваша жена, может быть, это ваша девушка, мать, сестра. Вот как-то вот удастся, грубо говоря, из лимона получить лимонад, да? То есть в целом в этом месяце вы сможете получить какие-то результаты своего труда, да? Какой-то вот продукт, какой-то результат, видимо, ощутить. Хотя какая-то вот опасность, опасность, она над вами будет давлеть, видите? Видите? Причем вот такое ощущение, что это опасность именно не сколько вот физически какое-то избиение, нет. Именно вот интеллектуально кто-то вас захочет уколоть как-то, может быть, какой-то ярлык навесить. Но в целом вот обидеть, да, вот ощущение какой-то обиды вот для овнов. Хотя я попробую овна обидеть еще, да, это еще тот случай, но тем не менее. Овны, львы и стрельцы, вот что-то такое. Ну, вот женщина все вырулит, ваша близкая вам женщина поможет. Овен, стрелец и лев, имейте это в виду. Теперь же мы посмотрим для вас, что вообще у вас будет в любовном вашем, так сказать, месячном прогнозе. Тройка кубков, четверка мечей и десятка жезлов. Ну, что-то вы так приуныли, подустали, дорогие овны, львы и стрельцы. Усталость некая, может быть, не можете определиться, либо вот несерьезное отношение. Получается, что вот мечетесь между несколькими кандидатами или кандидатками, вот как-то вот так. Вот тяжело вот и бросить не можете, и нести тяжело. И вот такое-то ощущение, что вот как будто бы вот вам не дают выбор, с кем определиться, и как в такой серьезный уже формат отношений перейти. Хотя, может быть, вы и не хотите в серьезный формат отношений. Вот потусить, погулять, да, вот по тройке кубков, да, вы хотите. А вот именно вот по-серьезному вот ощущение, что вы сами закрываетесь от этой возможности, да. И при этом вот просто вот так вот по чесноку вот расстаться, да, и все. Нет, вот вы тянете. Вот смотрите, здесь такой огромный такой воз. Вот, кто тут это, девушка, я так понимаю, тянет, скарабкивается. И знаете, вот эта белка, вот она запасается чем-то. Такое ощущение, что вы отношениями запасаетесь, как белка орехами. Пофиг, что там она этот орех свой где-то спрячет, забудет про него, да. Но главное, что запасик у нее есть. Вот такое ощущение, что вы, как кого-то из своих партнеров, делаете вот таким вот запасным орешком, знаете. Чтобы просто такого не было. Вот, но в целом, вот вы не готовы сами разрывать отношения, вы готовы их тянуть до тех пор, пока вашей второй половине не захочется, например, самой поставить точки, да, или самому поставить точки на «ты». Вот так вот, да. Вот. Давайте посмотрим теперь следующий вопрос. Это вопрос, связанный со здоровьем у львов, овнов и стрельцов. Так, десятка мечей, королева мечей и рыцарь жезлов. Вы знаете, мне кажется, некоторые из представителей огненного тригона обратятся к врачу. Причем, возможно, что это вопросы могут иметь какой-то и наследственный характер, не переохлаждаться. И, возможно, что-то вот связанное с диетой. Нужно будет вот диету подобрать другую. Может быть, что-то поменять в еде. И также, я думаю, что могут быть какие-то вопросы, связанные с инфекционными детскими заболеваниями. И, может быть, кому-то не нужно есть что-то жирное, что-то вот такое. Больше вот на такую суповую легкую диету перейти. Такое тоже может быть. И также, возможно, у кого-то хирургические какие-то вмешательства. Да, например, зуб удалить. Что-то такое тоже может быть по здоровью. Ну и вот по около здоровья вот такие косметические вещи тоже, я думаю, что, возможно, кто-то захочет либо депиляцию начинать делать, либо волосы подстричь. Что-то вот такое. Ну, в целом, достаточно насыщенный на тему здоровья, конечно же, месяц. Активность, движение, да, то есть вот этого тоже будет много. И, учитывая активность и движение, старайтесь себе защиту покупать. Если, например, вы на роликах, допустим, катаетесь, да, или на велике, там тот же шлем, еще что-то. Хотя обычно весной начинать, но, тем не менее, что-то вот нужно, чтобы закрывать голову, суставы, колен, вот эти вот все вещи. Вот. И по каким-то опасным, экстремальным маршрутам, я понимаю, что Овну такое говорить не пристало мне. Но, тем не менее, Овнам, Львам и Стрельцам нужно быть аккуратней, аккуратней. И могут быть какие-то проблемы со здоровьем, если вы, например, в поход захотите пойти, вот что-то вот такое. Вот. И вообще дыхательная система, да, вот все-таки мечи у нас связывают с органами дыхания. Вот. Почему-то мне так кажется, и здесь еще и дым такой, так что аккуратней с этим всем. Лорорганы, вот это вот все. Так, давайте теперь посмотрим дальше. Давайте посмотрим теперь деньги. Как будут у Овнов, у Львов, у Стрельцов с денюжками. Ну, смотрите. Туз Пентакли. Восьмерка Пентакли. Какие вы молодцы. Хоть бы не сглазить. И ведьма. Нормально. Кто будет шаманить, ритуалить на деньги, будет денег еще больше. Но самое главное, чтобы у вас были деньги, вам нужно что делать, мальчики и девочки? Работать. Вы видите, да? Работать. Вот, восьмерка Пентакли. Человек работает, зарабатывает. Тут тоже работа. Деньги будут. И даже такое ощущение, что они будут преумножаться. Вы будете много работать. Вы будете хорошо зарабатывать. Некоторые будут какие-то обряды, ритуалы. Что-то там шаманить на деньги. И тоже это будет хорошо получаться. Слушайте, вот так оставить или лампу потушить? Давайте, может, потушим. Вот как-то вот чересчур ярко. Просто не хочется, как будто бы думали, что я в подвале сижу. Может быть, вот так лучше? Вроде бы и так ничего. Вот. Ну ладно. Давайте теперь посмотрим следующий вариант. Следующий вопрос у нас будет на тоже вас. Но хочу спросить, исполнится ли ваше желание, дорогие овны, львы и стрельцы? Вы знаете, вот если желание загадывалось по поводу того, чтобы быть богатым, какую-то вот небольшую прибавку денежную вы можете получить. Если желание связывалось не с деньгами, то нет, то вернее как нет. Не в этом месяце, вот с такой вот большой отстрочкой. Слушайте, ну что ж она так влекует? Эта карта мне не нравится. Смотрите, здесь у нас 14 аркан, умеренность. Здесь у нас шестерка в Пентакле. И здесь у нас отшельник. То есть все карты нам явно дают понять, дорогие, если хочешь деньги, мы тебе поможем, дорогие загадывающие. Но те желания, связанные с другой сферой, откладываются. И по отшельнику, и по повешенному они откладываются на неопределенное время. На неопределенное время. Следующий, кого мы будем смотреть, я думаю, это будут стихи о земле. Почему я такую периодичность выбрала? Потому что тельцы идут вторые. Вы поняли, как я. И тельцов, и козерогов, и дев. Сейчас всех одним махом посмотрим на октябрь месяц. Тайм-коды, надеюсь, сделаю. Если кто-то сделает за меня, буду очень благодарна. Итак, в целом, что принесет октябрь месяц? Земному тригону. Восьмерка кубков. Вот такая. Король кубков. Как интересно. И туз кубков. Ну вот, я бы сказала бы, что какие-то такие шансы в сфере эмоций. Эмоции, эмоции, эмоции. Кто-то, возможно, и влюбится. Кто-то, возможно, решит закончить отношения. А кто-то, возможно, съездит в отпуск, на который долго не мог осмелиться. Также, возможно, по этой карте у земного тригона большие срывы с диетой. Если кто-то, например, завязывал с алкоголем или с какими-то излишествами, с такими жареными курицами, с тортиками. Возможно, вы отрастите четвертый подбородок. Ну, хотя я отпустила третий подбородок и без предсказания. Но, тем не менее, очень похоже, что именно для земного тригона, тельцов, козеров и дев, что потолстеть вы можете знатно именно в октябре месяце. И, соответственно, что еще? Влюбиться тоже вы можете. Будем надеяться, что большей части земного тригона это проиграется влюбленностью новой, а не обжираниями и утолщениями. Ну, теперь давайте посмотрим по сферам. Так, сфера работы. Императрица, рыцарь Пентакли, рыцарь мечей. Ну, могут быть какие-то стычки на работе, но в целом процветание идет на работе, какие-то вот рост, да, клиентов, актуальности вашего товара. И в целом, вот, я вот сюда положу эту карту, вот тут не отсвечивает. И в целом ощущение такое, что вы на своем месте. Хотя, возможно, кто-то, может быть, и в декрет захочет пойти. Но, если говорить просто вот о работе, все у вас будет двигаться так, как надо. И, в принципе, я бы не сказала, что вы не будете ощущать прибыль. Прибыль будет, все будет размеренно, нормально. Может быть, не так быстро, как вам хотелось бы какие-то вещи, но процветать, если вы будете продавать усилия, вы должны достаточно хорошо. Вот этот рыцарь мечей, либо это какой-то появится новый человек, возможно, он какой-то будет агрессивный для вас. Возможно, он специально будет вот перед вами рисоваться. Может быть, новый сотрудник придет с таким характером непростым. Характер такой, знаете, с перчиком, любящий задеть других людей, громкий, шумный. Но, тем не менее, все равно, вот, учитывая то, что центральная карта, да, и императрица, я считаю, что вы будете на коне. И я считаю, что из-под вас выбить седло так просто не получится никаким вот этим вот врагам. Хотя завистники на работе у вас есть, да, просто они пока не могут вам в полной мере помешать. Так, следующее, что мы посмотрим, это ваше здоровье, дорогие козероги, девы и тельцы. На октябрь. Девятка кубков, как интересно. Жрица и двойка кубков. Ну, я бы сказала бы пожрица, что, возможно, кто-то, вот, чего-то вот не хватает, например, именно какого-то, может быть, микроэлемента. Опять-таки, здесь она, смотрите, она здесь варит свое чудо-зелье. Я бы сказала, что лучше всего сдать кровь на общий анализ крови. Может быть, у кого-то гемоглобина не хватает. Может быть, у кого-то не хватает лейкоцитов. Или же, наоборот, они очень высокие. Да, или гемоглобин, например, очень высокий или низкий. Да, смотрите, сколько красного цвета. Я бы сдала бы просто общий анализ крови, дорогие тельцы, девы и козероги. Просто для того, чтобы, ну, опять же, тут тоже жидкость, чтобы вот удостовериться, что у вас все нормально. Да, также можно на йод сдать анализ. Понятно, что это все недешево. Ну, хотя бы такие самые базовые можно сдать бесплатно в обычной поликлинике. Вот. В целом, неплохо, но пожриться какие-то проблемы со здоровьем вы либо не замечаете, либо делаете вид, что их нет. Да. Ну, и по двойке кубков старайтесь свои столовые приборы, свою посуду, потому что есть риск вот именно заразиться чем-то вот таким вот, типа ОРЗ. Именно то, что вот через посуду может передаваться, через грязную посуду, что-то вот, может быть, кишечка, вот что-то такое, да, вот еще и девятка кубков. То есть кишечно-вирусная инфекция, что-то вот такое может быть, да, и двойка кубков это, и девятка кубков, и жрится запросто. Вот. Ну, и по-женски, дорогие женщины, тоже желательно у гинеколога провериться. Козероги, девы и тельцы, да. И это мне совет получается такой тоже. Ну, надо, значит, будет. Сходите, схожу. Чего уж тут. Дальше. Следующая у нас тема. Так, я вам посмотрела здоровье, посмотрела работу вам, да. Так, теперь нужно... По-моему, я вам на личную жизнь не смотрела. Или смотрела, подождите. Нет, не смотрела, по-моему, на личную жизнь. Ну, давайте еще раз на личную жизнь. Если смотрела, то, значит, у вас будет... Что у личной жизни, у земного тригона, с любовью, что связано? Ну, смотрите, семерка Пентакли, без изменений. Тройка мечей. И семерка мечей. Вот мне кажется, что земной тригон, да, вот у кого-то, возможно, сердце еще не затянулось от каких-то старых травм, депрессий, вот какое-то вот такое вот ощущение. Слушайте, а если я эти чертовы выключу гирлянды? Вот, но ощущение, что рана еще не зажила. Нет, все равно вот этот вот свет меня мучает. И вот какое-то ощущение, что, вот знаете, вот сдалека на вас кто-то смотрит, кому-то вы нравитесь, кто-то к вам проявляет интерес, да. Вот прям вот видно, но близко к вам подойти не хочет человек, хотя вот вы нравитесь, да, нравится ваша последовательность, ваша, может быть, даже на работе есть кто-то, дорогие тельцы, козероги и девы, кто на вас имеет виды, но почему-то вот вида не подает, да, вот присмотритесь. И такое ощущение, что вот этот совет особенно важен тем, кто вот пережил расставание, может быть, даже летом, да, вот почему-то, то есть свою пару потерял, да, вот эта вот лебедь, тут одна стоит, да, и вот она без пары, вот вы достаточно верный человек, и вам вот тяжело, вот, но уже кто-то вот на вас поглядывает, кто-то уже смотрит, и я думаю, что до чего-то та и досмотрится. Вот. Дальше давайте посмотрим для вас, сбудется ли ваше желание, дорогие мои земные, братья по земному тригону, я с вами, я козерог, сбудется ли ваше желание, любое, спросите, вот на октябре посмотрим. Колесо фортуны, луна и повешенный. Значит так, если ваше желание не стареть, выглядеть молодо, вот, чтобы какие-то события не быстро не уходили, вот именно застыть в каком-то моменте, да, чтобы оно не прошло быстро, то сбудется. Если это совет, связанный с тем, что кому-то вы хотите нагадить, вот реально у вас желание кому-то отомстить, да, по колесу фортуны, луне и повешенном, вы очень хорошо можете кому-то, грубо говоря, сделать кучу, кучу какашек, какую-то можете сделать, реально получится, и эта вещь, то есть, месть такая, реально вот, удастся. причем не то, что вот вы отомстите, но какой-то человек, если вот вы кому-то желали зла, он очень-очень сильно свое возмездие, так сказать, получит. Вот, если вы хотели все, что связано с эзотерикой, с магическим развитием, тоже хорошие карты, и в принципе ситуация может перевернуться с ног на голову, то есть, если, например, не было у вас каких-то инсайтов, не было открытия третьего глаза, и так далее, то есть, очень-очень сильно вы можете получить вот эту вот подпитку, вот этот канал на работу. В целом, вот по колесу фортуны что-то вот сдвинется с мертвой точки, но вот почему-то, мне кажется, это вопрос связанный не материальных благ, не любовных отношений, а именно вот такого, вот, около эзотерического или эзотерического, вот, если у кого-то есть, пожилые родственники, и вы хотите, чтобы они как можно дольше задержались в этом мире, да, вот именно мамы, бабушки, прабабушки, то по повешенной они могут, да, все-таки какое-то время еще задержаться, пожить, да, но я понимаю, что это такая тема, но у кого-то и эти вопросы актуальны, и я вам рассказываю то, что вижу, то, что вот мне идет. Далее, давайте посмотрим следующих, вот, почему-то мне земной треугой было тяжело смотреть, не знаю почему, давайте посмотрим следующих товарищей, это у нас будут, кто у нас будет, давайте посмотрим воздушный тригон, весы, близнецы, кто там у нас, водолей мои любимые, так, в целом, что ждет октябрь месяц, воздушный тригон, жрица, рыцарь пентаклей, и шестерка жезлов, достижения успехов, какие-то выигрыши, какие-то достижения, каких-то результатов, какие-то победы, какие-то свершения, но и интриги, и сплетни, кто-то, возможно, будет заваривать свою кашу, да, может кто-то на работу еще устроится, на новую для себя, теперь давайте смотрим сферу любовных отношений для воздушного тригона, паш пентаклей, влюбленные, и ту жезлов, вы знаете, вот реально можете познакомиться с кем-то, с новых людей для себя, причем этот человек может вам казаться несколько туповатым, несколько таким ребячливым, детским, но тем не менее, интересно то, что этот человек с вами созвучен, да, на одной волне, и в целом, вот хорошее время для воздушного тригона, для знакомства со своей второй половинкой, дальше давайте посмотрим, сфера связана с деньгами, финансами, и работой, вот я решила объединить в целом, вот финансы и работы к воздушному тригону, что у вас, так, по поводу работы вы хотите поменять работу, дорогие воздушные мои, мальчики, девочки, дедушки и бабушки, поменять работу, по поводу денег, такое ощущение, что вначале вы заработаете, но потом вы очень быстро их спустите, вот как-то вот так, все, что заработаете, то и потратите. Следующий момент, следующая тема, это здоровье воздушного тригона, смотрим, что у вас по здоровью. Шестерка мечей, какие-то могут старые болезни вернуться, и наследственные заболевания, старые наследственные зубы, опять же могут быть, и в целом заболевания, которые есть у ваших родителей, да, вот постарайтесь за ними следить, вот, и я бы сказала бы следить за камнями в почках и за зубами, вот эти вот вещи, и вообще старые хронические заболевания, вот, достаточно дорогое может быть лечение, именно у воздушного тригона, потому что и туз, и десятка пентаклей, как-то вот нужно аккуратнее с этим. Ну и давайте посмотрим, сбудется ли ваше желание, дорогие мои воздушные тригончата, весы, водолеи и близнецы, тригончата, сбудется ли ваше желание, шестерка пентаклей, ведьма, и десятка атомов, или она же десятка мечей. Смотрите, если связано с каким-то подарком, дарением, получением чего-то, то да, если связано с мастерством, там, где нужно именно мастерство свое показать, то да, с наработкой энергии, наработкой силы магической, то да, если с умением готовить, то же да, с мастерством в сфере, например, красоты, да, вот, может быть, кто-то захочет пойти на курсы, визажа, парикмахерского искусства, вот, чего-то, что руками делает, кулинарные курсы, то тоже, да, очень хорошо, вот, может быть, кто-то с собак встреч захочет научиться, то есть, вот, все, что связано с работой руками, очень хорошо, и с магической работой, и с медициной, то есть, в принципе, вот такие желания сбудутся, единственное, что постарайтесь, вот, если это желание касается других людей, не вас, то оно не сбудется, потому что вот по этой карте, вот смотрите, девушка разжигла костер, и она к себе на свою территорию, она вот этих свинтусов, она их не пускает, да, потому что она свет, она огонек, она его держит для себя, и тепло она развела для себя, они стоят, как бедные родственники, то есть, вы должны печься, вы должны заботиться для себя, вот именно в этом месяце, быть эгоистами, если это желание касается вас, то оно сработает, если это желание касается на других, то оно не сработает, и кто-то может оказаться наглой, хоть и лесной, но свиньей, имейте это ввиду, так, теперь давайте посмотрим следующий тригон, у нас, кто остался, у нас остался, кто водный тригон, да, рыбы, раки и скорпионы, мы их не рассматривали, и сейчас мы этим займемся, так, ну, в целом месяц, для водного тригона, надеюсь, я впишусь, ну, смотрите, многое будет зависеть от каких-то старых, затяжных проблем, чего-то старого, какие-то могут вылезти старые вопросы, от мужчины, очень много вот для водных, вот, может быть, от начальника зависит от вашего, может быть, от отца, много чего будет решать, и очень это как-то странно для меня, в целом, вот какие-то старые должки, должок, знаете, вот как в фильме, могут вылезти какие-то старые проблемы, теперь давайте посмотрим сферу, связанную с деньгами, и работой для водного тригона, рыцарь пентаклей, тройка пентаклей, у вас могут быть повышения, дорогие мои, хотя, опять же, есть какой-то тайный враг, кто-то вот, кто водным может мешать, завидовать, и как-то вот, из-под тяжка, может быть, даже магически что-то вот, для вас сделать негативное, но повышение у водных будет, да, и в работе идет на плюс, и в деньгах тоже идете на плюс, да, при условии, что, вот, кстати, если вы что-то магически делаете, на сферу денег, и работы, это тоже будет вам на плюс, то есть можете что-то колдануть, дальше, следующий вопрос, это у нас влюбленность, любовь, влюбленность, рыцарь жезлов, туз мечей, и вот такая королева кубков, такое ощущение, что наоборот, вот, как ссора, разрыв, какое-то вот такое, вот, будете переживать, то есть какая-то ссора по глупости, может быть, у водных представителей, но потом расскажите, как и что было, дальше давайте посмотрим, здоровье, водного тригона, четверка пентаклей, королева пентаклей, мне кажется, замедленный обмен веществ, может быть, в принципе нормальное состояние здоровья, может быть, кто-то в фитнес-клуб запишется, чтобы немножечко разознать обмен веществ, так в целом нормально, пассивно, без изменений, следующий вопрос, то есть будет ли ваше желание, дорогие водные мои друзья, паш жезлов, смерть и башня, если эта тема связана с заканчиванием чего-то, чтобы какие-то проблемы, что-то закончилось, то сбудется, если вопрос с развитием, с ростом, с увеличением чего-то, то нет, не сбудется, то есть это именно справедливо, если вы хотите от чего-то избавиться, тогда да, тогда пойдет на плюс, либо кого-то наказать или отомстить, вот такой вот получился расклад, большое спасибо всем, кто посмотрел, подписывайтесь на него, и желаю всем счастливого октября, всем пока-пока, спасибо, спасибо, Продолжение следует...